На пресс-конференции по итогам 2014 года Олег Панасенко рассказывает, в конце года у прокуроров прибавилась работа, тогда, когда правительство поручило прокуратуре контролировать рост цен на продукты питания. При этом прокурор подчеркивает, мы живем в условиях рыночной экономики и напрямую устанавливать цены государство не может. Но пределы роста цифр на ценниках действующим законодательством все же определены. Если в течение 30 дней рост цен продолжается на 30%, это является поводом для антимонопольного расследования и принятия соответствующих мер. Здесь, в этом зале, мы собирали представителей всех торговых сетей. Мы тогда предостерегли их от безмерной накрутки, если так хотите. Проверки продолжились и в наступившем 2015 году. На продукты социальной значимости правительством установлены специальные коэффициенты. Наценка розничной сети не может превышать определенное количество процентов к закупочной стоимости. По итогам проверок, неадекватные торговые надбавки были выявлены в 6 магазинах из 7 проверенных. На 60 и 70% соответственно торговые надбавки были завышены на морковь и капусту. Гречка и рис продавались по цене в полтора раза превышающей разрешенную. Рекордсмен по завышению торговой надбавки – лук. Его продавали на 90% дороже разрешенной цены. По данным прокуратуры, среди нарушителей супермаркеты «Ашан», «Лента», «Перекресток», «Новый век», «Райцентр», «Гипермаркет наш». Во всех магазинах зафиксировано рост цен, вплоть до 190% на отдельные продукты – это овощи. Но в шести из проверенных объектов были установлены факты необоснованных надбавок розничных на продукты питания. Санкции статей, по которым возбуждены административные производства, предусматривают наказание в виде штрафа. Суммы штрафов контролирующие органы сейчас определяются. Также в конце января сотрудники прокуратуры вышли в рейды по контролю за ценами на лекарства. Там предельные надбавки, их должны не превышать, боюсь соврать, 27,5%. Мы посмотрели, по ряду аптек были превышены. Сейчас меры реагирования принимаются, но в основной массе укладываются в эти проценты. Вы понимаете, что они эти проценты устанавливают от оптовых цен. Часть из этих медикаментов сегодня импортного производства. И вы понимаете, что существенный рост, конечно, происходит. Превышение предельного размера розничных надбавок в ценах в Нижнем Новгороде зафиксировано в аптеках Нижегородского, Советского, Сорумовского и Автозаводского районов. Среди нарушений цены на мизин, супрастин и парацетамол и некоторые другие препараты. Сумма штрафов, наложенных на аптеки, пока не ясна. Контролировать ценообразование в нижегородских супермаркетах и аптеках сотрудники прокуратуры обещают в течение всего этого года. Алексей Александров, Максим Веселов, Объективно, ННТВ.